Турецкая сказка, рассказ о плачущем гранате и смеющейся Айве. Повествователи события и передатчики преданий рассказывают так, что в прежние времена у одного падишаха было 9 дочерей. Когда однажды сидел он в Султан Ханым, он размышлял, если я умру, у меня не будет сына, который сядет на престол. Если и на этот раз будет девочка, я тотчас тебя убью, сказал он. Наконец Султан Ханым несколько месяцев спустя родила опять девочку. Тогда Султанша и бабка делают из воска поддельный закер и приклеивают его к фердже дитяти. Затем входит в покой отец. Лишь только он все это увидел, он так и обрадовался, повеселел от счастья. Бабка говорит, о падишах мой, да будут светлые ваши очи. У вас родился мальчик. И они осторожно показали ему языкер ребенка. У него больше не осталось сомнений. Наконец этот ребенок подрос. И когда пришло время делать ему еще нет, однажды Султан Ханым, удалившись в одну комнату, начала рыдать. Как только упомянутая девочка, подойдя к матери, увидела, что та рыдает, она сказала, «Матушка, что случилось? Ты так стонешь и рыдаешь, а мать ее говорит, «Ах, доченька, если не мне, то кому же еще плакать? Потому что когда ты была ребенком, мы тебя отцу твоему выдали за мальчика, а между тем ты девочка. Тебя твой отец все время считает за мальчика. И вот теперь наступило время твоего сюнета. Как только он увидит, что ты девочка, он в тот же миг меня убьет. Вот поэтому я и плачу». Только она это сказала, упомянутая девочка, и говорит, «Матушка, ты об этом нисколько не печалься. Я пойду к отцу и попрошу его в этом году мне еще ни это не делать». Когда наконец наступило утро, ребенок встал, пришел при дочи падишаха, поцеловал у нее руку и начал плакать. Когда падишах спросил, «Сынок, почему ты так рыдаешь? Ребенок сказал, «Батюшка, вы будете делать мне сюнет, оттого я и рыдаю, потому что мал я еще». Когда ребенок так сказал, отец его ответил, «Ты не плачь, на этот год пусть все остается так, а в будущем году тебе сделают сюнет». Девочка еще раз поцеловала руку своего отца и весело прибежала к матери. «Я уговорил отца, мне сделают сюнет в будущем году». Когда она так сказала, мать также обрадовалась отзываться у дочки к себе на колени и поцеловала ее в глаза. Когда наступил и второй год, мать девочки снова удалилась в одну комнату и начала плакать. Как только девочка, войдя туда, увидала, что мать плачет, она спросила, «Матушка, отчего ты плачешь?» Когда она так сказала, мать ей говорит, «Доченька, и этот год прошел, что мне делать?» «Не знаю». А девочка по-прежнему пошла прямо к своему отцу и каким-то образом все уладила. И на этот раз отец, не желая обижать ребенка, отложил сюнет еще на один год. Тогда она на радостях пошла прямо к матери и обратилась к ней, «Матушка, на этот год я тоже уговорил отца, больше не плачь», сказала она. С тех пор прошло много времени, истек наконец и третий год. И снова султан Ханым, войдя в одну комнату, начала рыдать, «Хюнгюр, хюнгюр». А наша девочка лишь только увидела, придя из школы, что мать ее так плачет, не могла этого выдержать и принялась плакать вместе с нею. Мать ее обратилась к ней, «Ах, дочь моя, два года тебе как-то удавалось заставить отца отложить сюнгет, вот и этот год прошел. А между тем ты и подросла, теперь этому уже ничем не поможешь, завтра твой отец меня убьет. Сегодня последний день моей жизни». Девушка сказала, «Ах, дорогая матушка, завтра, когда отец позовет меня, чтобы сделать сюнгет, я пойду попрошу позволения полчаса погулять, потом пойду в конюшню, сяду на быстрого коня и на нем спасусь бегством. Смотри, не плачь обо мне, я уеду отсюда в другие страны и там останусь. Пусть душа моя будет жертвой за тебя». И они остановились на этих ее словах. Наконец наступило утро. На большой площади раскидывают шатры и приготовляют место для сюнгета, в расчете на то, что Шах-Заде будет делать сюнгет. В тот день народу собралось такое множество, что и не сосчитать. Отец подозвал Шах-Заде и сказал ему, «Сын мой, тебе исполнилось уже 13-14 лет, не отказывайся, сейчас же, сегодня тебе будет сделан сюнгет». Когда он так сказал, упомянутая девочка говорит, «Отец, дай мне полчаса сроку, я эту площадь объеду на коне, а там пусть делают мне еще нет». «Очень хорошо», – сказал отец, и позволил ей поездить полчаса. А та приходит прямо на конюшню глядь, а там стоит вороной черный, без крапинки конь. Как только она подошла к коню и начала плакать, конь заговорил человечьим голосом, «О, Султанша, чего же ты так рыдаешь?». Только он это сказал, девочка испугалась и отвечает коню, «Ах, конек мой, кому же плакать, как не мне? Ведь отец мой с самого дня рождения считает меня мальчиком, сейчас он велит сделать миссию нет. Если только дойдет до него в конце концов, что я девочка, он тотчас же убьет мою мать». Отец отпустил меня на полчаса, и я пришла, чтобы сесть на коня и бежать отсюда. Когда девушка рассказала ему все, этот конь говорит, «Султанша, ты об этом не беспокойся. С великого соизволения Аллаха возьму я тебя, и мы убежим в другие края. Но вот какое тебе предостережение. Когда ты будешь скакать на мне, держи крепче по воде, сколько есть у тебя силы, а также мою уздечку. Береги себя, потому что я помчусь, как веющий вихрь. «Если даже мне вслед пустят пулю, то она меня не догонит. Держи себя и ты, считаясь с этим». Наконец девочка там же села на коня и объехала всю площадь с одного конца до другого. Войны, которые были там, любовались своим шахзаде. Когда прошло ровно полчаса, конь быстро выехал из среды воинов и умчался, как порыв ветра. Только увидали это люди на площади, они тутчас побежали к ее отцу и рассказали обо всем. Сейчас же за ними на дорогу бросились люди, но не могли найти и следа их. И вернувшись обратно, они опять доложили о том падишаху. Падишах и весь народ облеклись в траур по шахзаде. Все воины, которые там были, разошлись по своим местам. А мы перейдем к шахзаде. В тот миг, когда наш конь взял ее, он за один день перенес ее в страну на шесть месяцев пути. Остановился и говорит девушке. «О, султанша, пока что я тебя спас, а теперь отсюда ты уж сама иди. Иди куда хочешь и береги себя». Девушка спустилась с коня и принялась плакать. «Ах, мой заветный конь, сперва Аллах, а потом ты. Сейчас я отсюда уйду, но если со мной трясется беда, что я буду делать?» Когда она так сказала, коня говорит. «О, султанша, я дам тебе три своих волоска. Ты спрячь их у себя. Если с тобой что-нибудь случится, тогда ты вытащишь эти волоски. Потрешь один на другой, и я тотчас приду к тебе на помощь. О, султанша!» Очень хорошо сказала девушка. Взяла волоски у этого коня и положила их за пазуху. Потом девушка рассталась с конем и пустилась в путь. А конь-ка-то сразу исчез. Девушка идет, идет и приходит в какой-то город. Вдруг она видит перед собой громадный дворец, а поблизости от него прекрасную кухню. А время-то было вечернее. Тотчас она, переменив свою одежду, вошла прямо в эту дворцовую кухню и вот видит, что повара спешно готовит еду. Она подошла к ним. «Мастера, возьмите меня к себе в подмастерье!» Когда она так сказала, они с укором говорят ей, «Разве ты не видишь, у нас головы идут кругом. Что мы будем делать с тобой?» Наконец, умоляя их, она как-то смягчила их сердца, и они согласились. Девушка во всем им прислуживала. Наконец-то девушка обратилась к одному из них. «Мастер, почему вы с такой спешкой приготовляете еду?» Спросила она. Они сказали, «Ах, сынок! В этот город раз шесть лет ночью является Дев. Выгрызает печенью по дешах и уходит. Завтра вечером время его прихода. Поэтому мы сегодня все в тревоге». Лишь только девушка услыхала это, а она так и прикусила себе палец. В конце концов, в ту ночь девушка не спала и вместе с поварами до утра готовила еду. Когда наступило утро, девушка пошла оттуда во дворец и поднялась прямо наверх. Она вошла в комнату. Глядь, сидит султанша, вся с головы до ногтей в черном одеянии. Потом она вошла в другую комнату. Глядь, и тут султанша, как и первая, вся в черном. И все убранство в комнате тоже черное. Тогда она вошла в третью комнату. Глядь, а посреди комнаты в постели султанша с головы до ногтей в алом одеянии. Тогда она вошла в комнату, где находился по дешах и смотрит. А по дешаху дали понюхать эфиру, и он без сознания лежал в углу. В это время наступил вечер, и срок прихода Дева приближался. Эта девушка достала из-за пазухи волоски данный конем. И когда она потерла их один от другой, тотчас появился тут конь и спросил, чего желаешь у султанши? Девушка ответила, я хочу от тебя такой меч, чтобы когда я поражу им грагматного Дева, он раскроил бы его пополам. Конь в ответ сказал, возьми султанша, вот тебе меч. В то место, в которое раз ударишь, второй раз не бей. Так он сказал и исчез. Девушка взяла меч, пришла прямо в комнату, где был падишах, тихо вошла внутрь, и где-то спряталась. Когда наступила полночь, прямо с небес грянул гром, и все вокруг стало черно, как смоль. Едва только на середину комнаты грохнулся громадный Дев, кют-кют, она со сломами, о, Аллах, с такой силой обрушила этот меч на голову Дева, что отделила ему голову от тела, и из Дева раздался такой возглас. Ой, гид, дай-ка я узнаю, что ты за молодец, бей еще раз. Однако девушка, вспомнив тот совет, что дал ей конь, промолчала и больше не стала бить. Душа того Дева вышла из тела и отправилась в предисподнюю. Тогда девушка подошла к Деву, отрезала одно ухо и положила его в карман. А сама она стала прислуживать на кухне таким же способом, как и раньше. Наконец, когда наступило утро, падишах пришел в себя. Ах, неужели я остался жив? И вдруг, глядь, посреди горницы лежит страшный черный Дев. У того, кто не его посмотрел бы, душа бы в пятки ушла. А кто же убил этого Дева, подумал он про себя и вознес благодарность Аллаху. И вот он вышел из своих покоев. Лишь только дворцовая челядь увидела шаха, все так и застыли от удивления. Машаллах, падишах наш остался жив, и все стали славить и превозносить Аллаха. Падишах начал говорить, кто убил этого Дева нынче ночью. Когда он так сказал, все выступили вперед один за другим и сказали, мы убили его, падишах. Тогда падишах пожаловал им ценные подарки. Все они, вплоть до поваров, были награждены. А наша девушка не пошла. Повара обратились к ней. Под мастерье, мы получили от падишаха подарки, а ты что стоишь? Ступай, и ты получи подарок. А девушка в ответ сказала, если я пойду при дочи падишаха, он меня сразу прогонит. А те говорят, нет, зачем он тебя прогонит, подарок даст. И они заставляют ее пойти. Девушка встала, пошла при дочи падишаха и обратила к нему. О, падишах, этого врага Дева убила я. Когда она так сказала, падишах не поверил ей. Что ты за богатырь такой, чтобы его убить? Когда он так сказал, девушка сказала в ответ, о, падишах, если ты не веришь, я покажу тебе ухо Дева. Тогда девушка достала из кармана Девье ухо и подала падишаху. Если вы мне не верите, пойдите, взгляните на голову Дева, сказала она. Тогда пошли к Деву, глядь, на самом деле одна уха не хватает. падишах сказал ей в ответ, дитя мое, проси у меня, чего хочешь. А девушка сказала, о, падишах, я прошу только, чтобы ты был здоров. Ее еще раз спросили, она ответила так же. В третий раз ее спросили, она сказала, о, падишах, в этой комнате есть девушка в аламодеянии, я хочу взять ее за себя. Ах, сын мой, я выдавал ее за стольких красивых егитов, они ей не понравились, она не приняла их. Что тут будешь делать с этой потаскухой? А в другой комнате у меня есть у меня любимые дочери, одетые в черные. Я выдам для тебя одну из них, сказала падишах, а девушка сказала, о, падишах, мое сердце полюбило ту, если дашь ее, дай, а другой я не желаю. Тогда падишах тотчас приказал позвать девушку одетую в алую одежду, она явилась при дочи падишаха и остановилась, почтительно скрестив руки. Ах, дочь моя, тебя сватает этот молодец, принесли ты его, сказал падишах. А девушка сказала в ответ, о, падишах, дай мне сроку одну эту ночь, я просплю ее до вещего сна и на завтра дам ответ. Тогда падишах дал ей разрешение и девушка направилась в свою комнату. Когда наступила ночь, девушка, убившая дева, подошла к двери горницы той девушки, которая была овалом одеяния и стала подсматривать щелку замка и увидела, как девушка поставила посреди комнаты золотой таз, а в нем было немного сладкой воды. И вот в скором времени через окно влетел голубь, погрузился в этот таз и искупался. Отряхнувшись, он стал молодцом, что твоя луна. Потом лег в постель, обнял девушку и они начали предаваться любовным утехам. Девушка сказала, ах, свет моих очей, мой офинди, сегодня отец позвал меня и сказал, что выдаст меня за одного жалкого человека. А я взяла на эту ночь позволение погадать перед сном. Но это только для того, чтобы с вами посоветоваться. Молодец в ответ сказал, султанша, у дева в такого-то места есть зеркало. Взять его никто не осмеливается. Завтра предложи ему, если ты принесешь это зеркало, я пойду за тебя. А девушка снаружи все это слыхала. Наконец они порешили на том, на этом. Когда наступило утро, тот молодец, как и прежде, обернулся птицей и улетел оттуда. А та девушка вышла из комнаты, пришла при дочи падишаха и обратилась к нему. О, падишах, в таком-то месте у дымов есть зеркало. если этот молодец его принесет, я пойду за него, сказала она. Тогда падишах призывает этого Егита. Сынок, не говорил ли я тебе, что эта девушка только забавляется? Вот и теперь есть одно зеркало, так она требует его. Когда падишах так сказал, молодец в ответ, о, падишах, если будет ваше приказание, я отправлюсь и достану его. А падишах сказал, очень хорошо, достань, сынок. Наконец, эта девушка вышла из дворца, тотчас же она достала из-за пазухи волоски, данные ей конем, и когда потерла их один на другой, тотчас явился конь. Когда он спросил, чего желаешь, султанша, девушка сказала в ответ, ах, мой избавитель конек, в таком-то месте у дымов есть зеркало, я хочу его достать. Очень хорошо, султанша, садись ко мне на спину, сказал он, и девушка села верхом на того коня. А конь пустился в путь, как порыв ветра. Несколько времени спустя конь подлетел к огромной горе и остановился. Обращаясь к девушке, он сказал, о, султанша, я тебя довез до сих пор, теперь ты иди к горе, которая находится впереди тебя. Там есть много места девов. Ты взгляни на них, если глаза их закрыты, они не спят, если открыты, они погружены в сон. Тотчас потихоньку войди внутрь, у их изголовья висит то зеркало. Скорее, бери зеркало, повернись и не оглядываясь назад, иди ко мне. А девушка сказала, хорошо. Потом поднялась на ту гору и пришла прямо в девье место, и вот она видит, что глаза девов открыты. Она поняла, что девы погружены в сон. Тотчас она вошла внутрь, взяла зеркало, повешенное в головах у девов, и повернул назад. Пока она не оглядываясь шла назад к тому коню, девы проснулись и начали вопить. Эй, молодец, верни наше зеркало. И они стали швырять в нее камни величиной с гору. А девушка, не обращая на это внимания, побежала скорее к коню. Тотчас она села на него верхом, и конь, что было мочи, подобно вихре, упустился в путь. А девы сзади так и застыли, смотря ему вслед. Наконец-то через некоторое время спустя подлетели ко дворцу. Девушка спустилась с коня, и вдруг, глядь, он уже исчез. Тогда девушка вошла во дворец, пристала при дочи падишаха и, обращая к нему, сказала, вот о падишах, я принес зеркало, которое вы требовали. Падишах сейчас же призвал девушку валом одеяния. Зеркало, которое требовало, вот этот молодец принес. Когда он так сказал, девушка взяла зеркало и сказала, отец, на сегодняшнюю ночь дай мне отстрочку, а завтра я вам дам ответ. А падишах сказал, очень хорошо, и девушка заперлась в своей комнате. Тогда молодец также вышел из комнаты и спрятался в скрытом месте. Наконец, когда наступила ночь, он подошел к двери девушкиной комнаты и стал подсматривать через замочную скважину. А девушка, так же, как и раньше, поставил на середину комнаты золотой этаж и тотчас летел через окно прежний голубь. Погрузился в золотой этаж, отряхнулся и превратился в такого молодца, как лев. И вот он лег в постель и они обняли друг друга. После этого девушка, обращаясь к нему, сказала, ах, радость сердца моего, света чей моих, эфенди мой, то зеркало, о котором ты говорил, пошел и достал у девов тот жалкий человек. А я отпросилась на эту ночь для того, чтобы с вами посоветоваться. Надо что-нибудь придумать. А тот молодец сказал в ответ, Султанша, ты об этом не горюй. В таком-то месте у девов есть камень Шемширек. Никому не под силу его взять. Завтра ты потребуешь его от этого молодца. А он не сумеет принести, и мы снова останемся друг с другом. А девушка за дверью все это слышала. Наконец, когда наступило утро, тот молодец, как и прежде, обернулся птицей и вылетел в окно. Тотчас та девица вышла из комнаты, пристала при дочи по дешах и сказала, Батюшка, в таком-то месте у девов есть камень Шемширек. Если тот молодец его достанет, я пойду за него. Тотчас пригласив к себе того молодца, Патюшак говорит, Сын мой, в таком-то месте у девов есть камень Шемширек. Ты его достань. Когда он так сказал, тот молодец сказал, Воля ваша, и после этого вышел из дворца. Тотчас лишь только он потер те три волоска один на другой, явился конь и сказал девушке, Чего желаешь, Султанша? Когда он так сказал, девушка сказала, В таком-то месте у девов есть камень Шемширек. Я хочу достать его. Конь ответил, Хорошо, Султанша. Девушка сейчас же села верхом на коня, а конь, пыша огнем, как дракон, поднимая пыль и туман, пустился в путь. Несколько времени спустя он подъехал к огромной горе и там остановился. Девушка слезла на землю, а конь сказал, Султанша, ты иди по этой дороге, впереди пещера девов. Ты войди в нее, там в расщелине есть камень Шемширек. Ты его оттуда возьми и приходи, не мешкая, а не то это твой последний день. Если они тебя как-нибудь проклянуть, то сейчас же это проклятие над тобой избудется. И девушка, отправившись по дороге, указанной конем, несколько времени спустя вошла в пещеру, где обитали девы. Пробравшись внутрь, она взяла камень Шемширек в расщелине и когда возвращалась, подходила к коню, вдруг девы встали от сна и пустились ее преследовать. Но так как они не могли догнать ее, то стали кричать ей след, Твои имя Аллаха, молодец, если ты мужчина, стань девушкой, если ты девушка, стань мужчиной. Наконец-то девушка в торопях подбежала к коню, вот взяла. Когда она так сказала, конь в ответ, Султанша, вслед тебе не посылали ли они проклятие? Если посылали, плохо, тогда тебе уже не будет удачи. Лишь только он так сказал девушку в ответ, вслед они мне сказали так, во имя Аллаха, если ты мужчина, стань девушкой, если ты женщина, стань мужчиной. И вдруг девушка осматривает себя, глядь, что ты скажешь. У нее и на самом деле стал зекер, как у мужчины. Лишь только конь заметил то, что произошло с девушкой, он тоже очень обрадовался. А девушка подумала про себя, вот чего я только и желала. Да и будет благодарность Аллаху, исполнилось мое желание. Конь сказал, Шахзаде, а ты не все, что пожелаешь, а для тебя не обвиную, сделаю, потому что ты стала мужчиной. Тогда девушка села верхом на того коня, а конь, как вихрь, как ураган, помчался и через некоторое время, подлетев ко дворцу, остановился. Шахзаде спустился с коня и конь исчез. Шахзаде тотчас вошел в водорец и пристал при дочери Падишаха. О, Падишах, мой желанный, для вас камень Шемширяк я привез. Лишь только он так сказал, Падишах тотчас призвал свою дочь. Дочь моя, этот молодец достал и камень, который ты требовала. Теперь что ты выдумаешь? Сказал он, а девушка в ответ, Отец, ради Аллаха, дай мне отсрочку на эту ночь. Завтра я непременно дам ответ. Хорошо, дочь моя, до завтра, сказал он. Тогда девушка направилась в свою комнату. А Шахзаде вышел из комнаты и спрятался в скрытом месте. Когда наступила ночь, он подошел к двери комнаты, в которой жила эта девушка и, как и раньше, стал подглядывать дверную щель. А девушка поставила посреди комнаты золотой таз и тотчас из окна появился тот голубь и вошел в него, выкупавшись там. Он отряхнулся и обернувшись молодцем таким, как луна. Тут же вошел в объятия девушки и они начали обнимать друг друга. Немного времени спустя девушка обратилась к молодцу. Ах, Эфенди, мой любимый, тот жалкий малый достал камень шекшенширек, который ты указал, что с нами теперь будет. А тот молодец сказал, Султанша, ты об этом я не сын Падишаха Перри, чтобы мне не найти какого-нибудь способа. Среди нашего собственного сада есть плачущий гранат и смеющаяся Айва. Если кто-нибудь подойдет к этим деревьям и протянет к ним свою руку, тогда гранат начнет плакать, а Айва, увидев его плачущим, начнет смеяться. К ним никто не может подойти. Завтра, сколько ни есть у отца моего воина, всех я вооружу, и мы будем стоять на готове ночью день под этим деревом. Если тот молодец придет, мы его там убьем. Завтра, если ты потребуешь от него это дерево, он и отправится за деревом. А мы лишь только его там увидим, убьем его, застрелив из ружей и пушек. А девушка лишь только услыхала это, обрадовалась. Они здесь и порешили насчет того дерева. Потом тот молодец, как и раньше, обернулся птицей, вылетел из окна и направился в свой дворец. Там он вооружил воинов, и они подойдя под эти деревья, засели под ними. А мы перейдем к той девице. Когда наступило утро, она вышла из своей комнаты и пристал придачить под падишах и обратил их к нему. О, падишах, в таком-то месте, в саду падишаха, есть плачущий гранат и смеющаяся айва. Если этот молодец достанет те деревья, я уже не скажу нет, непременно пойдут за того молодца. Сказала она и падишах тотчас призвал того молодца пред свои очи и обратился к нему. О, молодец, в таком-то месте, во дворце падишаха, айва, есть плачущий гранат и смеющаяся айва. Если достанешь их, я тебе эту девушку своей рукой отдам. Заключил он. А тот молодец в ответ падишах, я достал тебе все те вещи, которые ты просил. Иншаллах, я раб ваш, достану и эти деревья. Сказав так, он взял разрешение у падишаха и вышел из дворца. Тотчас он вытащил из запазухи те волоски и лишь только потер их один от другой и явился упомянутый коней и обратился к нему. Чего желаешь у шахзаде? Сказал он, а шахзаде сказал, ай, ах мой завязаный, конь, в таком-то месте во дворце у падишаха пыри есть плачущий гранат и смеющаяся эва. Я хочу и достать. Лишь только он так сказал, конь в ответ, ах шахзаде, это довольно трудно, но ради тебя я пожертвую собой. Отправимся, посмотрим-ка, что будет. Туча шахзаде сел верхом на того коня, а конь, как дракон, рассыпая в обе стороны искры изо рта и носа, опустился в путь. Через некоторое время он проехал весь путь и влетел в какую-то страну. На дороге три мальчика, у них баранья шкура, шапка, плетка и стрела. Эти четыре вещи остались мальчикам в наследство от родни. Эти три брата не могут никак разделить их и спорят друг с другом. Когда конь их всех увидал, он сказал, шахзаде, эти вещи тебе очень нужны, ступай и уговори этих мальчиков, отбери их у них. Лишь только он так сказал, шахзаде сказал, хорошо, и пошел к тем мальчикам. Почему вы так спорите? Постойте, я поделю между вами эти вещи. И он берет с земли стрелу, я брошу эту стрелу, кто из вас придет раньше и возьмет ту стрелу, тому и будет принадлежать наследство, сказал он. Те мальчики на это согласились. Шахзаде, размахнувшись, что было силой в руке, метнул стрелу, те мальчики со всех ног бросились туда, куда полетела стрела. Шахзаде взял шкуру, шапку и плетку, которые остались там, а на месте каждой вещи положил по пригоршке золотых. И тотчас, прибежав оттуда к коню, сел на него верхом, а конь, не задерживаясь, спустился в путь. А мальчики пришли и видят, что на месте каждой вещи пригоршки золотых. Они с радостью взяли золото. Наконец, Шахзаде и тот конь ехали, ехали и подъехали ко дворцу подишаха Перри. Конь сказал, Шахзаде, ты надень шапку, садись на шкуру и хлестни по ней плеткой. Тогда она взовьется в воздух и ты спустишься прямо на то дерево. Ударив по тем деревьям, ты вырвешь их с корнем и принесешь ко мне. Тогда Шахзаде надел шапку, каким-то образом вошел во дворец, проник в комнату, в которой находился сын подишаха Перри, глядь, а девушка в аламадеянии и тот молодец сидят и предаются любви. Шахзаде тотчас подсел к ним, но его никто не видит. После этого принесли еду. Пока девушка и молодец сидели и ели, Шахзаде также сидя с одной стороны закрытого стола начал кушать. Они смотрят, с другой стороны блюдо и еда убавляется. Тогда молодец сказал, султанша, вот это предо мной то, то пред тобой, а вот то перед кем. Девушка тоже удивилась. Наконец они кончили кушать, зашли на Миндер и уселись перед окном. Девушка дала молодцу вышитый платок в подарок. Шахзаде взял тот платок с Миндера и положил его себе за пазуху. Отец смотрит, на Миндере платка нет. Они начали шарить внутри комнаты, но не могли найти его. Тогда Шахзаде сел верхом на коврик, хлестнул по нему плеткой и взвился в воздух. Тем временем наступила ночь. Тот же Шахзаде влез на плачущие гранаты, смеющиеся о его. Ухватившись за эти деревья, он рванул их изо всей силы и вытащил вместе с корнем. Одно из деревьев плачет, другое смеется. Когда он взял их, он вместе с ними поднялся под небеса. Лишь только воины, бывшие там, увидели, что деревья исчезли, они закричали, ой-ой, не стойте на месте, бейте. Когда началась свалка, воины перепугались и, думая, что это враг, перебили друг друга. А те двое глядели из окна. Лишь только они увидели, что деревья исчезли, они вздохнули и поняли, в чем дело. Сын Падишаха Перри сказал, Султанша, он похитил и подарок, который ты мне дала, и эти деревья. После этого я отказываюсь от тебя. Чья бы ты теперь не стала. Когда он так сказал, девушка со связями вышла из дворца и предстала при дочи Падишаха и осталась там жить. А мы перейдем к Шахзаде. Он взял деревья, пришел прямо к коню, сел на него верхом и они отправились в путь. И вот они прибыли во дворец. А Шахзаде, спустившись с коня, прошел прямо к Падишаху, поставил на землю те деревья и сказал, О, Падишах, вот принес. Когда он так сказал, Падишах сказал, Хвала тебе, сын мой. Ты оказался очень искусен. Кому же более смелому и отдать мою дочь, как не тебе. Тотчас их обручили, сорок дней, сорок ночей исправляли праздник свадьбы, а потом Шахзаде взял оттуда девушку и вместе с теми уехал в дворец своего отца. Представ пред своей матерью и отцом, он каждому поцеловал полу, потом сел и рассказал все, что с ним случилось, одно за другим. И мать, и отец, его диву давались. Наконец, вторично обручив Шахзаде эту привезенную им девицу, они сорок дней, сорок ночей справляли свадьбу, и они достигли своих желаний.